Мы вас приветствуем. Сегодня мы будем с вами готовить рулет из лаваша. Для этого нам нужно масло подсолнечное, уксус, потом два сырочка плавленых, чеснок, морковка, соль, перец черный молотый и естественно лаваш. И еще нам нужна будет фольга. Ну, в кого она есть, а нет, значит там пищевой пленкой можно. Ну, короче, потом посмотрите, для чего она нам нужна. Сейчас мы будем натирать морковку и порежем лаваш. Потерла я морковку на терке, на обычной терке, ну, которая покрупнее. Положила туда щепотку соли, ложечку чайную сахара, где-то чайную ложку уксуса и немножко перца черного молотого. И сейчас вот чесночок подавлю, чеснокодавки, и залью горячим кипяченым маслом подсолнечным. И заливаем горячим подсолнечным маслом чеснок, весь по чесночку. Так, морковка у нас уже готова. Сырок мы потерли. Сейчас подавим чесночок через чеснокодавку и смешаем это все с майонезом. Смешали мы сырную массу, там майонез, чеснок и сырок, два сырка плавленных. И морковку, которую мы уже замариновали. Все смешали вместе и сейчас я буду налаживать на такой вот лаваш. Разложила я вот всю массу по лавашу. Я ложу ближе к краю. Некоторые говорят, что надо это, но я, чтобы края не были пустыми, если что-то там вылезет, я его просто уберу. Ну, чтобы края были заполнены. И сейчас буду сворачивать в рулетик. Так, получился вот такой рулетик у нас. И сейчас теперь я его заверну у фольгу. И буду ложить в холодильник. Завернула я их в фольгу. Вот получились два таких рулетика. Я его перерезала, он был длинный. Я его перерезала на два небольших. И сейчас положу в холодильник. Они уже, можно сказать, что их и сейчас можно кушать. Ну, лучше, если они немножко полежат в холодильнике. Они пропитаются, будут вкуснее. Порезала я рулетики. И получились у нас такие красавцы. И вкусные. Вообще, очень вкусные. Кому нравится, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Я желаю всем счастья, добра, любви и удачи. Всех благ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!